Уважаемые друзья, в рамках фестиваля науки в год науки и технологий Хотелось бы затронуть интересную тему Аддитивные технологии или 3D-печать в архитектуре и строительстве Вообще архитектурное материаловедение является одной из наиболее наукоемких областей в эволюции архитектуры И очень многие научные открытия, изобретения, исследования проводятся именно в области материаловедения И на границе этой области с другими областями архитектуры В частности, архитектуры и строительные технологии не могут существовать без материаловедения Самые современные архитектурные конструкции также не могут существовать без материалов и технологий изготовления этих конструкций и элементов Прежде всего, хотелось бы поговорить о современных принципах выбора материалов А точнее, о критериях их эффективности Эта тема является обобщающей для всего курса архитектурного материаловедения Который изучают в бакалавриате по таким направлениям подготовки, как архитектура, строительство И смежным с ними направлением подготовки или профилем внутри этих направлений В частности, критерии эффективности делятся на несколько важнейших групп Технико-экономическая эффективность, которая говорит о реализуемости предлагаемых инновационных технологий или решений Это эстетическая точка зрения, которая приобретает огромное важнейшее значение для архитекторов и дизайнеров Поскольку в основном только эти профессии посвящают себя эстетике создаваемого объекта Это экологическая точка зрения, которая важна для всех нас И говорит о безопасности применяемых технологий и материалов Это оценка жизненного цикла материалов Но в рамках нашей темы хотелось бы остановиться все-таки на технико-экономических параметров Потому что остальные точки зрения так или иначе пересекаются с технико-экономическими параметрами Играют свою роль в том числе в реализации каждого из этих критерий Из технико-экономических критериев мы выделяем 4 большие группы Выделил впервые их заведующий кафедрой архитектурного материаловедения Московского архитектурного института профессор Владимир Евгеньевич Пайер В частности в учебнике, который претерпел много изданий В заключении сведены все вот эти вот группы критериев И с технико-экономической точки зрения мы рассматриваем 4 таких группы Это заводское изготовление, большая легкость или его меньшая средняя плотность Это возможность энергоразбережения материалов при эксплуатации И наконец это способность материалов выполнять сразу несколько функций То есть многофункциональность Заводское изготовление подразумевает полную готовность к применению материалов на строительной площадке В последнее время этот критерий претерпевает некие изменения В том числе с развитием аддитивных технологий, о которых мы сейчас побеседуем Сам завод фактически приезжает уже на строительную площадку Поэтому развитие критерия заводского производства или заводского изготовления Которое подразумевает современные технологии Возможность заказа материала архитекторам И комфорт труда на всех стадиях жизненного цикла Претерпевает некие трансформации на современном этапе Критерий большей легкости является ключевым Поскольку важным параметром является вес кубического метра здания И в общем-то с экономической точки зрения Чем этот вес меньше, тем ниже стоимость строительства здания Поэтому все современные материалы Как правило имеют либо ниже среднюю плотность Но не для всех материалов это доступно Например, если речь идет о природных материалах Таких как природные каменные материалы Изготавливаемые из горных пород В этом случае речь идет о том, что мы должны неким образом Сделать новый вид изделий Тонкопеленные плиты из природного камня Толщина которых 2-3 мм На современном этапе вполне достижима Возможность энергосбережения при эксплуатации С одной стороны говорит о лучших теплотехнических характеристиках материалов С другой стороны подразумевает такие параметры, как большая долговечность Потому что любой выход из строя материалов, необходимость их приведения в порядок или ремонта Влечет за собой больше энергозатраты, в том числе на стадии эксплуатации Ну и наконец многофункциональность позволила на современном этапе распространиться новым типам материалов Которые способны совмещать ряд функций Например, современные отделочные материалы Далеко не только выполняют функцию отделки, а несут, как правило, еще какую-то функцию Например, теплоизоляцию, гидроизоляцию или звукопоглощение Чуть подробнее остановимся на первой группе критериев Критериях заводского изготовления Хотелось бы привести примеры использования строительных материалов Или конструкции в архитектурной практике определенных периодов Одним из первых архитекторов, который стал внедрять эту технологию достаточно активно В практику строительства был Андрей Константинович Буров Профессор Московского архитектурного института В частности, всем известен ажурный дом, так называемый Который расположен на Ленинградском проспекте Который был сдан в эксплуатацию в начале 40-х годов И является примером строительства из крупных бетонных блоков заводского изготовления Андрей Константинович знал, что есть не только задачи индустриального домостроения Но еще и эстетические задачи Поэтому в этом доме сделаны очень интересные вставки Не несущие конструктивные функции, выполненные по эскизам Фаворского Об Андрей Константинович хотелось бы добавить, что он был одним из первых специалистов в мире Который предложил дисперсное армирование бетонных изделий при помощи стекловолокна То есть стекловолокно распределяется по всему объему изделия Он подвергся практически сразу серьезной критике коллег, в частности строителей Которые сказали ему, что Андрей Константинович, вы архитектор Вы не понимаете, стекловолокно это кислая среда Действительно стекло где-то на 70% состоит из силициума-2 А бетон это щелочная среда Стекловолокно будет разлагаться в щелочной среде Таким образом весь смысл этого армирования будет утерян Но Андрей Константинович на десятки лет опередил развитие технологий и промышленности Потому что уже в 90-е годы 20 века и на рубеже 21 века Армирование бетонных изделий щелочистойким уже стекловолокном Является одним из перспективных направлений развития тонкостенных конструкций Другим материалом, который пропагандировал Андрей Константинович Буров Явился так называемый свам или стекловолокнистый анизотропный материал На нижней фотографии этого слайда вы можете увидеть пример этого материала В виде специальных трубок, хотя он меняется и в плитах, и в виде других изделий Разнообразной формы Анизотропность характеризует, что стекловолокно в этом материале В едином его слое было направлено в одну сторону Но при этом в другом слое можно было делать в перпендикулярном направлении Таким образом изделия из свам стекловолокнистого анизотропного материала Приобретали уникальные свойства Если мы возьмем такой показатель, как коэффициент конструктивного качества Который характеризует отношение прочностных характеристик к характеристикам плотности Этот материал не имел в себе равных Он имел коэффициент конструктивного качества свыше 2 единиц 2,2 В то время как у суперсовременных клееных конструкций На то время только появлявшихся параллельно со стекловолокнистым анизотропным материалом Этот коэффициент составлял 0,8 То есть меньше единицы А для сравнения у обычной кладки из керамического кирпича Это 0,05 Поэтому материалу давали хорошее будущее К сожалению, по целому ряду причин он не стал столь популярным, как от него ожидали Но тем не менее, во второй половине 20 века стали появляться интересные дома Которые были построены фактически из пластика, в том числе армированного стекловолокном Вот такие примеры приведены И это были первые на то время казавшиеся фантастическими идеи Это где-то рубеж 60-70-х годов 20 века Которые позволяли сделать такое жилье, которое носило мобильный характер, носило временный характер Но говорили о том, что это жилье будущего Преимуществом была та же самая большая легкость материала и заводское изготовление, которое мы сейчас обсудим Опять же, как мы уже сказали, заводское изготовление – это критерий, который претерпевает трансформацию в последние годы Изменяется, уже стоят задачи не просто заводского изготовления, а некой трансформации всего архитектурно-строительного процесса Начиная с проектирования и заканчивая не только эксплуатацией, а даже демонтажом здания В этом смысле всем нам хорошо известны технологии информационного моделирования строительства Которые позволяют проектировать в соответствующей среде, в соответствующих оболочках И добиваться хороших успехов на стадии проектирования с точки зрения информационной насыщенности проекта Вот один из таких примеров приведен на нижних картинках этого слайда Пример студенческих работ из университета Лунда в Швеции Где проектировали с помощью оболочек такой среды информационного моделирования Затем прототипировали, то есть готовили макет соответствующего здания Что показано на правой картинке внизу И в этом смысле логичным является переход и к строительству по таким же схемам То есть с использованием этих информационных материалов, электронной базы Можно заложить и все строительство сразу в некое устройство, которое мы называем 3D принтер Который сможет это все реализовать Уже не в масштабе макета или прототипа Который как правило делается даже на бытовых 3D принтерах Из филамента, специальных таких нитей, полимерных материалов Но может реализовать это уже в реальном масштабе на строительной площадке Таким образом интегрированная архитектура предусматривает 5 важных блоков Которые на этом слайде показаны справа вверху Это нахождение специальных материалов для печати Нахождение вариантов наружной отделки фасада и изоляционных материалов Это могут быть пароизоляционные, теплоизоляционные материалы Серьезный вопрос и проблема это размеры принтера Потому что понятно в архитектуре принтеры не могут иметь маленькие размеры Ввиду крупных достаточно объектов Это сохранение конструктивной системы Той, которая заложена конструктором и архитектором в самом проекте И возможности резервирования полостей и пустот За счет использования соответствующих типов конструкций По этим полостям и пустотам пойдут системы инженерного оборудования зданий Могут устраиваться проемы, как оконные, так и дверные В стеновой конструкции, любой другой ограждающей конструкции Из основных материалов для 3D-печати в архитектурных целях Мы можем назвать прежде всего, конечно, бетоны на основе цемента И сейчас мы немножечко обсудим, какие особенности есть Для применения этих материалов в 3D-печати, в аддитивных технологиях Дисперсно-армированы гипсовые составы, полимерные составы и композиции В том числе те, которые пришли из прототипирования в реальные крупные объекты Или иные технологии, которые мы сейчас затронем И металлические конструктивные элементы Металлические конструктивные элементы, о них мы тоже несколько слов скажем К сожалению, понятно, в связи с технологией 3D-печати и опять же размеров изделий Которые мы используем в архитектурной практике Как правило, речь идет о металлических элементах небольших размеров для архитектуры То есть, если мы говорим о какой-то конструкции покрытия Или иной металлической конструкции балки, фермы То, конечно, полностью напечатать ее пока в размеры архитектурного объекта Не всегда бывает просто Хотя попытки такие уже существуют Одной из компаний, которая до сих пор является лидером Была одной из первых в 3D-печати именно для архитектурных целей Является шанхайская компания, которая сейчас просто называется Винсан Полное ее название приведено на слайде Обращаю ваше внимание на то, что размеры принтера это 150 на 10 на 6,5 метров То есть, эти дома довольно значительную вытянутость имеют по длине, в частности На этом слайде очень хорошо со ссылкой на сайт А ссылочки самые интересные, естественно, в конце у нас будут Мы видим, что это послойная печать То есть, некие слои из того самого цементного бетона Для обеспечения жесткости стеновой конструкции Печатаются связи, такие зигзагообразные, как видно на слайде Ну, видно, что эти домики первые, которые появились Они даже не имели особенной архитектуры Это просто первые попытки были В то же время, для применения цементных бетонов в 3D-печати Есть серьезные вопросы, которые сейчас специалисты пытаются решить на различном уровне В частности, это сцепление между слоями Обеспечение прочности целостной и целостности всей конструкции Потому что при послойной печати мы имеем целый ряд слоев Которые должны работать вместе, как некая эмерджентная конструкция То есть, проявлять эмерджентные свойства целостной системы Это необходимость обеспечения полной гидротации То есть, полного процесса твердения В слоях этой конструкции, в том числе для их бездеформационной работы Эти обе задачи сводят нас к серьезному вопросу оптимизации скорости печати Которая также имеет еще второй слой, который подразумевается Это технологичность процесса То есть, скорость, технологичность процесса производства То, что мы получим и то, как быстро и как качественно мы это сделаем Длинный интервал, увеличение интервала печати каждого слоя Позволяет нам добиться большей прочности слоев Которые за это время успевают пройти процесс схватывания Начинается процесс твердения и набора монтажной прочности Но при этом небольшой интервал позволяет нам обеспечить адгезию между слоями Двумя соседними слоями Здесь мы попадаем в такой вот дуализм Нам нужно обеспечить и то, и другое Что делается при помощи различных подходов Некоторые из этих методов сейчас мы разберем Также с технологической точки зрения Нам необходимо обеспечить тексатропность свойств смеси на основе цемента При этом должно быть обеспечено уменьшение вязкости при механическом воздействии Что, в общем-то, логично для составов реологии, которых относятся к шведово-бенгамовским жидкостям То есть составы для обеспечения текучести которых необходимо прилагать какие-либо усилия к этому составу А с другой точки зрения нам необходимо, чтобы вязкость в состоянии покоя этой смеси была выше Можно перейти к такому примеру, который приведен на следующем слайде Это офисное здание для компаний из Объединенных Арабских Эмиратов Которые как раз занимаются внедрением инноваций, в том числе в архитектуре В том числе в разработках этого проекта участвовали компании Торнтон Томасетти, компания Сиско В том числе компания Винсан, о которых мы только что говорили По внешнему виду может показаться, что здесь использован пластик На самом деле это тоже состав, сложная смесь на основе бетона, которая проходила все эти процессы твердения Но здесь, как мы видим, еще и устойчивый краситель введен в эту смесь То есть использовались декоративные цементы и добавки, которые обеспечивали белизну Полимерные материалы в этих условиях юга эксплуатировать достаточно тяжело Просто по той причине, что большинство полимерных материалов имеет свойство фотодеструкции При попадании солнечных лучей ультрафиолета Ну вот еще некоторые примеры уже из практики Китайской Народной Республики В том числе связанные с компанией Винсан Это и гостиничные комплексы, это и жилые комплексы, вилла Это и административные здания различного типа и различной архитектуры В каждом из этих объектов использовалась 3D-печать с использованием материалов на основе цемента Естественно, большинство из этих объектов не были напечатаны полностью Но значительное количество элементов, использованных в этих зданиях, в том числе и декоративных элементов, они именно напечатаны Какие же способы модифицировать, то есть улучшить состав того самого цементного бетона Чтобы в том числе попытаться избавиться от вышеназванных проблем Одним из путей является использование так называемого сернистого бетона Или добавление серы как компонентов цементной бетоны Если мы говорим о сернистом бетоне, то здесь температура плавления То есть в принтере необходимо обеспечить расплавление смеси и ее подачу При этом после охлаждения идет достаточно быстрый набор прочности И получается изделие с высокими прочностными показателями Добавка метокоалина улучшает значительные степени свойства цементных бетонов За счет того, что метокоалин размещается между частицами, между зернами цемента Повышая при этом однородность структуры, снижая пористость и обеспечивая лучшие прочностные характеристики Поликарбексилаты используются в качестве пластифицирующей добавки Это суперпластификатор, то есть суперэффективная пластифицирующая добавка По сравнению с другими аналогами, в том числе похожих химических групп Три-четыре раза более эффективные в плане пластифицирующих свойств Микрокремнезион добавляют сейчас и в обычные бетоны Поскольку тот самый микрокремнезион позволяет добиваться хорошей однородности Высоких прочностных характеристик за счет образования низко- и высокооснованных силикатов кальция В процессе твердения бетона В том числе прочностные характеристики при сжатии изгиба, снижении проницаемости конструкции Также добавляют очень часто отходы, в частности залу-унос или винсан Добавлял в первых своих домах в качестве инертного заполнителя до 70% отходов от боя бетона или боя кирпича без потери прочности И, конечно же, тот принцип, который обосновал Андрей Константинович, то есть дисперсное армирование Оно выполняется как при помощи щелочистойких, если мы не ведем речь о цементных бетонах, стекловолокна Или сейчас полимерных волокон, например, полипропиленовые волокна, целлюлозные волокна Огромное количество других типов волокон используются для дисперсного армирования Вот примеры, почему дисперсное армирование – это актуальный вопрос Потому что на углах этой конструкции появляются усадочные трещины Это можно избежать за счет регулирования процессов твердения и увлажнения конструкции, регулируя эти параметры Но еще одним способом – это введение тех самых волокон, о которых мы сейчас сказали То есть использовать ту идею, которую предложил архитектор Буров Еще одним важным моментом, о котором мы тоже упомянули, является попытка местного или селективного сцепления между слоями За счет либо добавления отдельных веществ в технологию, либо просто увлажнения, как это разрабатывают коллеги в Техническом университете Мюнхена Немного полимерных материалов В данном случае эксперимент, который проводила нидерландская компания DUS в заброшенном промзоне Амстердама Здесь использовался интересный пластик из отходов льна Этот пластик может быть повторно перерабатываемый, имеет структуру ячеистую То есть фактически может являться опалубкой для заполнения его теми же строительными растворами или мелкозернистым бетоном А может выполнять сам по себе функцию и может потом также утилизироваться Это пока первый опыт и домик достаточно маленький, но перспектива у этой технологии есть Ученые исследуют возможность ее более широкого внедрения Гипсовые элементы Здесь той самой проблемой, которую оппоненты Андрея Константиновича обозначали То есть щелочной среды нет, потому что гипс имеет по аж 5,5, приблизительно как кожа тела человека И поэтому стекловолокно прекрасно работает в гипсовых элементах в качестве дисперсного армирования И вот здесь есть примеры, опять же, компании Винсан, Национального театра в Китае И других объектов, где применялись именно такие элементы Кстати говоря, в обычном гипсокартоне сейчас достаточное количество стекловолокна Перейдем к другой группе материалов Это печать из тех материалов, которые мы можем обнаружить у себя под ногами В частности, глина Глина – интересный строительный материал Мы знаем, что в истории он хорошо известен Применялся еще в древней Месопотамии Причем, поскольку там климатические условия достаточно жаркие То обжиг происходил в естественной среде Есть такая традиция и на юге России, в южных регионах Называется саманный кирпич Его также армируют дисперсно Как правило, для этого использовали в древности солому Ну или некоторые другие типы волокон Солома активно применялась для саманного кирпича, его изготовления И эту идею уже на уровне 3D-печати или аддитивных технологий Реализовала итальянская корпорация VASP Которая предложила такой принтер Big Delta Который представляет собой некий каркас По которому транспортируется сопло И составы, которые они предлагают применять В том числе с использованием глины С дисперсным армированием соломы Туда добавляют также песок для отощения глины Могут добавлять известь для обеспечения вяжущих свойств этого элемента конструкции Эти составы обладают хорошими реологическими свойствами То есть их можно на достаточно большую высоту подавать Но все равно этот принтер, его размер мы можем увидеть на этих снимках Он существует для каких-то индивидуальных зданий И в основном эта технология, поскольку она рассчитана на достаточно небольшую стоимость объекта В основном предназначена для развивающихся стран Африки, Азии Где можно эту технологию внедрять И достаточно быстро строить значительное количество объектов При помощи такого принтера Здесь речь идет о металлических деталях для архитектуры Которые выполнены по специальной технологии MX3D Связана она с расплавлением порошка различных типов металлов Металлы могут использоваться очень разные В том числе и сплавы Но это некие отдельные элементы На слайдах приведены примеры металлического моста в Амстердаме Этот снимок еще на стадии проекта этого моста существовал Специального ботанического сада, крытого ботанического сада Бивис Маркс в Британии Где кролль выполнена из этилен-фтор, тетраэтилен и тифе пленки так называемой Ну и конструкционные элементы разработаны одной из самых крупных инженерных компаний в архитектуре Эруб Вы видите, что можно при помощи этих отдельных элементов соединять конструкции И все эти элементы могут быть напечатаны при помощи аддитивных технологий Новые в использовании полимерных материалов И возвращаясь к критерию заводского изготовления, с которого мы начинали Это технология Cellular Fabrication или C-FAB Которая была разработана корпорацией Branch Technology В частности реализована крупнейшим в мире архитектурным бюро Пример мы сейчас увидим с вами Но здесь мы видим, как осуществляется эта технология Фактически, возвращаясь к критерию заводского изготовления Это делается в мастерской Печатается некий каркас из стержней Которые в свою очередь выполнены из пластика Армированного углеволокном Подобно таким стержням, которые у нас имеются Создается несколько большего диаметра Создается каркас, такая сеточка Это позволяет создавать любую форму В частности, один из проектов Дом без прямых несущих стен Эта форма может быть отделана как внешней отделкой, так и внутренней Может заполняться теплоизоляцией Или конструкционными материалами Прямо на строительной площадке Если это является необходимым Любые элементы конструкции в данном случае допустимы Печатается при помощи специальной роботизированной руки Сформируется такая система Стержни из пластика имеют большую легкость Поскольку они в три раза легче, чем аналогичные материалы из стали При этом их прочность по сравнению с прочностью строительных сталей Также где-то в 3-4 раза выше Где-то 1,2 гигапаскалей А у строительных сталей 300-400 мегапаскалей Несмотря на это, у нас есть образец сломанной Этой арматуры Удалось нашим студентам все-таки ее сломать Несмотря на названные показатели Вот как раз тот самый проект Бюро WAKG Это одно из самых известных бюро Штаб-квартиры, который находится в Соединенных Штатах Но работают это бюро и архитекторы, которые с ним сотрудничают по всему миру И в Юго-Восточной Азии, и в Европе и так далее Здесь как раз представлен на верхнем слайде Этот проект, состоящий из 28 элементов Которые привозили уже на строительную площадку Напечатав предварительно в мастерской И он был реализован на нижнем слайде Мы уже видим, как уже настоящая машинка Завершает в этот индивидуальный жилой дом На этом я хотел бы сделать некоторые выводы И порекомендовать вам определенные источники Которые наверняка будут интересны И еще глубже введут вас в эту интересную тему Научных исследований в области архитектурного материаловедения В области аддитивных технологий И все это для архитектуры Одним из основных выводов является то, что Сейчас во многих странах пытаются разрабатывать нормативную базу Для материалов и конструкций И самих технологических процессов в области аддитивных технологий Как мы с вами знаем, в области информационного моделирования Или так называемого BIM-проектирования Эта нормативная база уже начала работать Есть предположение, что в скором будущем И 3D-технологии получат свои необходимые нормативные документы В том числе стандарты на национального уровня И может быть даже международных Вторым важным моментом является то, что В этой области нужны постоянно научные исследования Типа тех, которые сейчас ведутся, о которых мы говорили О которых говорится в приводимых мной источниках Эти научные исследования требуют новых взглядов Эти новые взгляды мы ждем в том числе от нашего будущего поколения От наших студентов От школьников, которые уже сейчас на этом уровне Интересуются этими интересными задачами И не только интересуются, а занимаются ими практически Совмещение этих двух моментов научно-исследовательской базы В том числе молодых исследователей И стандартизации позволит сделать еще более серьезный скачок Уже в 21 век с помощью аддитивных технологий в архитектуре Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!